Три дня, шесть игр, четыре команды. С 29 по 31 августа юные хоккеисты боролись за кубок. Саров принял на своем льду спортсменов из Мурома, Заволжья и Саранска. В прошлом году провести турнир не удалось из-за коронавирусных ограничений. В этом же традиционные соревнования, посвященные памяти выдающегося тренера Евгения Куницына, удалось возобновить. Он на самом деле работал здесь очень давно, и он воспитал не одно поколение очень достойных мальчишек. Также он был заслуженным работником физической культуры и спорта. Поэтому, к сожалению, когда его не стало, для нас уже стала традицией, то есть в честь памяти его мы начали проводить этот турнир. Первые игры определили явных лидеров соревнования. Это команды «Кристалл» из Мурома и «Мотор» из Заволжья. Они разыгрывали между собой первое место. Со счетом 6-2 золота забрал «Кристалл». В последней игре за бронзу турнира боролась саровская команда и гости из Саранска – команда «Мордовия». Наставники считают, что эти соревнования – отличный старт для юных хоккеистов перед началом сезона. Ребята проделали большую работу в предсезонный период, так сказать, в подготовительный. Мы сейчас немножко выходим из этого состояния, когда тяжело, трудно, больно, слезы, кровь. Ну, потихонечку начинаю двигаться, думать. Игра за третье место выдалась напряженной. На протяжении двух периодов соперники не отдавали друг другу преимуществ. Первый период закончился ничьей – 1-1. Во втором счет открыл Саров, но на последних минутах «Мордовия» отправила шайбу в ворота соперника. Исход игры определил третий период. Саров забил «Мордовии» два гола. На последней минуте гостям все же удалось отправить Сарову еще одну шайбу. Финальный счет 4-3 в пользу Сарова. В целом неплохая игра получилась, напряженная такая, так скажем, в кость-в-кость бились. Где-то немножко упускали соперника, и они вылазили, забивали нам. Также и мы где-то на их ошибках вывозили. Ну, немножко не хватило везения. На закрытие турнира остались только две команды. Саровскую команду наградили медалями и вручили кубок. В «Мордовии» вручили сертификат участника. Лучшие игроки обеих команд также получили награды. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.